4 апреля прошла 23-я внеочередная сессия городского совета. Первым вопросом, который рассмотрели депутаты, было заявление главы муниципального образования город Десногорск Владимира Николаевича Блохина о досрочном прекращении полномочий. Городской совет принял решение прекратить полномочия действующего главы МО. На вопрос, чем продиктовано такое решение депутатов, мы попросили ответить депутата Гурсовета, теперь бывшего главу муниципального образования город Десногорск Владимира Блохина. Досрочное сложение полномочий главы муниципального образования город Десногорск носит характер законодательный. Это инициатива президента усилить вертикаль власти губернаторов. Это прошло по всей стране и практически уже завершается. Наш город немножко запоздал в этом отношении. В конце прошлого года губернатор проводил такое совещание, где до всех глав муниципального образования образования области была доведена вот эта инициатива. Инициатива заключалась в том, чтобы все главы муниципальных образований добровольно сложили свои полномочия для того, чтобы по определенной процедуре на конкурсной основе во всех муниципальных образованиях были избраны новые главы муниципальных образований и которые будут являться единоначальными руководителями в данных образованиях муниципальных. Инициатива она является, так сказать, федеральной и здесь мы подчинились выполнению тех законов, которые мы должны выполнять. С точки зрения деятельности городского совета ничего не изменилось. Городской совет как законодательный орган на уровне местного самоуправления он таким и остается. Нет только взаимодействия между исполнительной и законодательной властью, которая была в предыдущем формате управления, когда глава администрации был на конкурсной основе и утверждался главой муниципального образования. Вот в этой связке сегодня, эта связка сегодня отсутствует. После того, как будет на конкурсной основе избран новый глава муниципального образования, депутаты городского совета также изберут из своего состава руководителя или он будет называться председателя городского совета. Такова, значит, эта форма, которая тоже утверждена соответствующим законам. Вот и будет продолжение той работы, которая и была в предыдущем составе, в том формате, который, значит, был у нас, ничего фактически не изменилось, за исключением того, что у нас появилось такое единовластие, скажем так. Я исполнял обязанности главы муниципального образования на освобожденной, так сказать, основе. Вот поэтому, помимо того, что это была нагрузка общественная для меня, я еще исполнял свои непосредственные производственные обязанности, поскольку я являюсь заместителем генерального директора акционерного общества «Атомтехэнерго» и директором «Смоленского филиала». Поэтому у меня достаточно большая производственная нагрузка. Вот, кроме того, значит, коллектив, которым я сегодня руковожу, он очень активно участвует во всех общественных делах в городе. Значит, это и шефство, это и вот как и, значит, наш общественный совет. Значит, все, что касается и поручается нашему предприятию, мы делаем. Люди охотно идут на вот эти все дела, потому что есть такое сознание, что нужно в городе только... Все в городе зависит от нас самих, и такое понимание в коллективе совершенно здоровое, и понимание того, что нужно делать. Кроме этого, еще я являлся вот за эти годы еще и участником Ассоциации территории расположения атомных станций. Вот все атомные станции, которые сегодня действуют, атомные станции у нас в Росэнергоатоме, они собраны в одну такую коллективу, или вот эта ассоциация называется, для решения глобальных вопросов, которые затрагивают все, так сказать, станции. Вопросы практически болезней, которые присутствуют, болезни там, так сказать, в обществе с точки зрения благоустройства, социальные какие-то проблемы, они достаточно однообразны и характерны для всех атомных станций. Вот поэтому и решение этих вопросов, поэтому и создана для решения этих вопросов и создана ассоциация, которая имеет право выносить на более высокий уровень, с тем же привлекать решения уже не только там корпорации, но может быть где-то даже и на правительственном уровне. Какое-то действие происходящее, оно имеет по собой некую, наверное, причинность. Вот эта причинность, наверное, заключалась в том, что во многих муниципальных образованиях было не только два главы, как у нас, глава администрации, глава муниципального образования, там еще где районы есть, там четыре было руководителя. И вот это все создавало некую неразбериху, и может быть у каждого руководителя свой взгляд на какие-то вещи, даже законодательные, на одну и ту же вещь, оно существует, какие-то разные вещи. Поэтому вот это явилось причиной того, чтобы упростить вот эту цепочку управления, то есть создать эту вертикальность власти для того, чтобы было более оперативное управление в решении всех задач, которые ставит, так сказать, на уровне государства, потом это идет, так сказать, снижается по определенным уровням. Бесспорно, это, конечно, сыграет положительную роль. То есть всегда, когда один хозяин решается быстрее, принимается решение, так сказать, достаточно, может быть, обдумано. Но есть в этом, наверное, какие-нибудь отрицательные моменты. Всегда в любом процессе, ну не может быть, все идеально. Значит, и здесь что-то в этой структуре мы потеряем. Мы же потеряем вот эту оппонентность, которую мы имели в предыдущем, когда есть исполнительная власть, есть законодательная, и они имеют, так сказать, достаточное влияние друг на друга. Ну, поскольку мы, я думаю, что на нас это мало отразится, у нас понимание депутатов абсолютно правильное. Как мы работали синхронно, слаженно, так мы будем продолжать работать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова